вы смотрите текущий момент здравствуйте меня зовут елена малаховская на связи со мной писатель и публицист виктор шандерович виктор анатольевич здравствуйте добрый день да прям сейчас начнем обозревать текущие события только 10 минут 10 минут 10 секунд для тех кто не против поставить нам лайк авансом выставить лайк а youtube понимает что наше видео нужно распространять потому что оно интересное важное и вообще хорошее ну и подпишите на ходорковский лайф если вы почему-то еще этого не сделали начиная тысячи затопленных домов паводок за уралом и прорыв дамбы ворске уже две дамбы даже ситуация на понедельник когда мы записываем эту программу лучше не стало две поразившие меня новости в связи с этим если жители затопленных районов потеряли жилье полностью губернатор с барского плеча сказал что увеличит компенсацию вдвое составит она аж 100 тысяч рублей не знаю что делать со ста тысячами рублями людям которые потеряли свой дом ну а губернатор курганской области где готовится к людей потому что туда вот идет паводок он прозорливо обнаружил причину его же спросят почему случилось а он уже знает почему дамба ненадежно стоит говорит люди землю с нее растаскивают себе на участке это все какой-то салтыков щедрин нет отдельно хочу обратить внимание кстати что называется телеграм канал губернатора курганского сила в правде в через лати латинская вивод через такая которая стала символом войны в двадцать втором году и даже свои инициалы губернатор вадим шумков пишет через в галочкой что называется я хочу сказать что вот эту вот идеологическую дамбу он мне кажется укрепил качественно а что вы думаете обо всем этом я думаю что и инициалы у нас губернатором одни а представления о приличии немножко разные понимаете какая штука тут несколько вопросов по поводу земли которые уносили с дамбу про это самоубийство действительно такое щедринская щедринская история уносить землю с дамбы которая тебя спасает от наводнения это вещь вполне реальная может быть даже не быть а точно я когда-то рассказывал в программе еще и того лет двадцать назад как пили на свадьбе где-то на урале пили на свадьбе ворованный метиловый спирт да и половина там кто-то умер а кто-то ослеп из пивших и на панихиде по умершим они допили метиловый спирт и умерли это реальная история я постеснялся такое выдумывать поэтому история с дамбой так сказать она может быть вполне и реальная но если отъехать на общий план и поговорить о взаимоотношениях с губернаторами и о состоянии да взгляде на эту дамбу как на так сказать некоторую примету современного российского государства зачем вообще нужны государства такая извините некоторые экскурс в теорию зачем нужны государства ну вот в таких обычных нормальных скучных западных краях где например нахожусь это люди это самоорганизация форма самоорганизации общества это мы с вами договариваемся что мы платим налоги то есть мы скидываемся делаем складчину отдаем ее выбранным нами людям которым мы доверяем с той программой они пришли к власти который нас устраивает собственно мы и поставили их у власти потому что нам понравилось их программа они обещают сделать нашу жизнь лучше отлично говорим мы мы вам верим вот вам деньги делайте и дальше они делают укрепляют увеличивать благосостояние длительность жизни безопасность медицина образование через какое-то время мы снова приходим на выборы оцениваем их работы грамм нет вы знаете нам не понравилось мы дадим наши деньги другим другой администрации а потом и ту и вот так вот вот зачем это такое скучное европейское государство с обратной связи зачем государство у нас имеет ли в виду это государство которое давно сложилось не так сказать не при путь не конечно но при путь не достигла расцвета очередного зачем это государство чтобы защищать людей чтобы делать жизнь вот этих вот жителей орска безопаснее лучше достойнее вообще кто не такие они выбирали разве этого путина они кого-то выбирали от них что-то зависит их кто-то спрашивает с них берут деньги ни о чем не спрашивая и пускают их на сооружение ракеты каскад да на изготовление ракеты каскад который потом можно ударить по украинскому дому и убить еще не несколько так сказать украинских жителей на войну миллиарды жители орска спрашивают об этом нет считают ли жители орска что администрация которая десятилетия напролет берет у них деньги оставляет их в нищете ни о чем их не спрашивает да сама себя переизбирает что она как-то озабочена их безопасность блин с какой стати с какой стати это братва должна вот ночей не спать а думать о безопасности этой дамбы этот губернатор его благосостояние номенклатурное зависит от этой буквы в от его присяги путину лично путину и какому-то количеству там у мелких упырьков вокруг он должен быть любим и уважаем ими они должны посчитать что он должен управлять жителями этого орска и вот тут он укрепил эту дамбу над по полной программе это ведь по сути то же самое что история с крокусом государство должно было позаботиться о защите от террористов своих граждан а защите от дамбы еще очень обо много но государства в тех случаях когда действительно нужно защитить граждан своих выясняется обновился полная импотенция абсолютное призрение при зрении невозможность они может и хотят но но они не могут этого сделать что нет никогда не были всерьез озабочены то что губернатор гораздо больше озабочен отношениями с кураторами со старой площади чем тем насколько он нравится собственно говоря своим избирателям тех редких случаях когда назначенцы вдруг чувствовали свою связь с народом случае с фургалом да или в случае с александром шестуну в тех случаях когда вдруг даже пусть назначенный даже пусть из единой россии как был значит шестун вдруг он понимает что собственно говоря эти люди которые которыми он управляет гораздо важнее гораздо более важные ресурсы гораздо более важные вещи чем кураторы то их немедленно сажают в тюрьму просто в назидание другим чтобы не отвлекались чтобы внимание не отвлекалось от старой площади на электорат а то вот и шестун и фургал почувствовали себя собственно говоря избранными да то есть с некоторым ощущением того что они избранные руководители что это важно и что они отчитываются перед теми перед избирателями то есть они почувствовали себя так сказать и губернаторами западного типа то есть вы избранными людьми их немедленно сажают в тюрьму в назидание оставшихся вот этому все это дам потому что крокус сити но с меньшими жертвами дай бог пока да по крайней мере так это тоже самое администрация которую никто не избирал естественным образом кладется прибором на этих не избирателей они да этот губернатор с моими инициалами я забыл его фамилию он никак не зависит от жителей орска зависит если его благосостояние его номенклатурная жизнь зависит от совсем других людей находящихся на старой площади так что все в каком-то смысле абсолютно логично дальше вопрос важный до какой степени пострадавшие от наводнения отдадут себе отчет что это прямо связано с их самоедским так сказать вассальным поведением думаю что это осознают совсем не многих да и кстати говоря это факт в подтверждении того о чем вы говорите еще в том что вот этот самый курганский у которого еще не все так плохо как в орске но ожидается что и там будет все очень плохо из-за наводнения он уже позвонил путину и написано в сми дана такая информация пресс-службы говорили они о том что надо конечно сплотиться чем же чем же еще как бы заняться в ожидании в ожидании наводнения ну да ситуация в общем-то знакомая и кстати говоря по поводу крокуса была новость буквально вчера фсб опубликовал новую видео запись допроса арестованных по этому делу арестованных террористов значит следствие и пропаганда утверждают про пропаганда прямо по двум главным каналам по первому и по россии один почти одно одновременно показали видео в котором журналисты ссылаясь на слова арестованных продолжают настаивать что в кроксе был украинский след там видео на три минуты и они вообще-то все достойны внимание но я покажу всего лишь одну вот прямо сейчас в новых опубликованных фсб фрагментах допросов все четверо террористов называют имя координатора сайфуло это он обозначил место атаки крокус сити холл снабдил оружием и дал маршрут отхода вместе с тем озвученных следователями фактов достаточно чтобы говорить о непосредственном участие украинской стороны в подготовке к равовой бойне в крокусе во-первых установлено что наемники незадолго до расправы получили деньги с украины во вторых попытка бегства в киев где как говорят сами наемные убийцы ждал основной гонорар и наконец организованная украинскими спецслужбами встреча террористов на границе такое невозможно без приказа сверху яркий штрих в этой картине снимки из телефонов задержанных оставшиеся после переписки с этим сайфуло символика националистов желто-синий прапор это скорее фотонабор украинского боевика а не радикального исламиста и многие конечно уже обратили внимание на фотографии с украинскими флагами в телефоне как полный идиотизм конечно ну то есть там даже есть прямо стоковое фото журналисты тоже уже это описали зачем хранить террористам в телефоне эти фотографии совершенно лишено какой-нибудь логики а я обратила внимание на то что один из про украинских якобы террористов говорит на украине и мне кажется что штирлиц еще никогда не был так близок провал ну а вы виктор анатольевич на что внимание обратили нет лена вы вы не правы сайфуло это типичное имя украинского националиста вот я когда думаю на украинских националистах я сразу первое имя которое всплывает это сайфуло вот и а логика такая которая была значит обнаружена в четырнадцатом году 10 лет назад послушайте мы занимаемся в сущности так сказать доказательством аксиомы они лгут это доказано два четверть века назад и они их первый раз поймали почти четверть века их поймали за руку с тех пор их ловили за руку сотни многие сотни раз их ловили за руку они попадались на бранье почему мы опять занимаемся доказательством того что они соврали у них нет презумпции невиновности так как старом анекдоте как понять что адвокат лжет у нас в него открыт рот это старый американский ну послушайте невозможно каждый раз что-то доказывать это было на федеральном канале это все этого достаточно опять к моему предыдущему так сми в скучных западных странах есть информация есть задача функция информировать до информировать людей о происходящем у наших сми с позволения сказать сакавычных задача совсем другая они часть пропаганды они должны вливать они должны сливать то что их сольют в мозги значит несчастным российским гражданам они должны сливать то что изготовлено фсб фсб которое теоретически должно заниматься охраной россиян она озабочена тем чтобы значит замести следы перевести стрелки она выполнять тоже политический заказ и сми и фсб выполняет простой политический заказ легитимизация войны с украины несчастное российское население не недо затоплено должно понимать почему в мою с украиной это разжигание межнациональной розни соответствующая статья тяжелая статья уголовного кодекса они этим занимаются опять-таки десятилетия напролет ничего не произошло ничего удивить но в этом смысле не произошло если бы они они в начале в первые дни первый день полтора кажется они стеснялись а мне и так сказать не хватало ушей чтобы притянуть но за отрезанное ухо притянули украину к этой истории там украина совсем ни при чем украина между прочим когда так сказать в рамках войны происходят рейды в белгородскую область курскую украина вполне берет на себя за это ответственность потому что идет война и украина естественным образом да они понимают что за это они это в рамках в рамках войны и мысль о том что российское население должно чувствовать последствия этой войны что война должна идти не только украинской территории это вещь абсолютно понятная военном смысле абсолютно оправданная вот и украина берет вполне берет на себя за это ответственность но вот этих значит этот и гил притягивать украине послушайте зря мы это обсуждаем ничего не произошло все как всегда фсб лжет свободные средства массовой информации работают на вместе с фсб по методическим спущен площади не надо особенно даже но у меня тогда такой дополнительный вопрос в этом билете виктор анатольевич а хорошо вообще качество пропаганды не влияет но то здесь вот она шита белыми нитками ну просто там все выглядит как глупость от начала и до конца то есть это что качество зрителя такое низкое или в принципе пропаганде вообще не неважно какого она качества разумеется в отсутствие конкуренции деградирует все хочу напомнить что когда была независимая нтв то и 1 2 каналы федеральные в информационном вещании работали гораздо лучше потому что нельзя было просто скрыть какую-то информацию в 7 часовых новостях до 8 часовых или 9 9 часовых новостях то чтобы 10 появлялась там меткова или асокин и все равно эта новость становилась известной и ты попадал сам глупое положение поскольку нтв все равно бы об этом рассказала и нельзя было утаить просто какую-то важную информацию то 1 2 канал вынуждены были об этом сообщать существование нтв резко улучшало качество работы федеральных остальных федеральных каналов когда нтв угробили и все это стало так сказать в один цвет то стало можно просто формировать параллельную реальность она уже давно сформирована параллельная реальность лет 20 уже россия живет в параллельной информационной реальности если посмотреть программу время и программу вести за эти 20 лет то вы там не будет очень многого там вообще нет никакого навального ну просто нет и убийство петитом там не было дело ходорковского там не было очень много там нету никакого магнитского нету щекочихина политков там нет ничего да идет размеренная жизнь улучшающийся поэтому конечно все деградировало и точно так же как губернатору нет никакого дела до того что думают о нем затопленные жители орска а гораздо важнее связь коммутация со старой площадью точно так же средства массовой информации всем департам добродиевым что не важно что они думают телезрители им гораздо важнее то что их продукт будет одобрен на старой площади так что все идет как шло ничего нового да кстати о губернаторах тут ведь 15 лет не было покушения на губернатора сразу же посчитали журналисты имея ввиду что случилось на мурманского губернатора андрея чибиса напал человек с ножом после того как тот выходил со встречи с избирателями не знаю если это слово вообще можно употреблять в этом контексте а в городе апатиты небольшой город человек напал с ножом сначала сказал что ему это приказали сделать голоса а потом что личную неприязнь испытывает в общем дошло дело до того что до украинского следа пока не дошло но уже дошло до дела до того что по политическим мотивам он совершил это нападение почему 15 лет не было знаете у меня было ощущение что они просто никто не нападает не от всенародной любви конечно просто они как минимум выглядят такими защищенными что это кажется бесполезным даже человеку не в своем уме это напасть не хочется потому что кажется не такие защищенные такие все пуленепробиваемые такие все далекие от народа в самом физическом смысле что от утра с оказывается нет ну потому что не надо встречаться с избирателями живешь себе так сказать на свое на своей альфа центавре до своей номенклатурной альфа центавре живи а тут вдруг встречи с избирателями а избиратель вот это это называется обратная связь нет я не знаю конкретно про этот случай там видимо какой-то психический может быть может быть психический случай может быть и нет мы этого не знаем но ясно что это есть обратная связь поймите душевно больные есть везде во всех странах и могут напасть и в свободном мире это обратная связь политик вообще опасная профессия и гейтска смертельно иногда опасно да но давайте не путь не будем путать случай джона кеннеди с этим случаем там есть обратная связь свободных странах можно переизбрать губернатора президента можно давить на него прессы до демонстрациями есть оппозиция которая эту энергию подхватывает да и телезрители становятся избирателями вот это вся шестереночная неотвратимо работающая связь в нашем но даже тогда да там можно сказать что покушение это какой-то экстремистский отдельный случай и скорее всего душевно больной человек потому что ну ты просто его переизбери чего его чего его убивания зачем уже убивать и вот и про его не проголосуй и все его нету до в твоей жизни в нашем случае когда власть от бога или точнее от владимир владимировича путина то это вот такая обратная связь налаживается это это очень тоже понятная вещь энергия раздражения обычно она уходит в ворчание в апатию в в эмиграцию в деградацию в алкоголизм всучивание люди по-разному реагируют кто-то встроиться кто-то уедет кто-то сопьется да ну и так далее кто-то выйдет с плакатом и сядет в тюрьму кто-то нападет с ножом это такая да эта реакция на безнадёгу эта реакция на безнадёгу вполне вполне понятная реакция одна из реакции на безнадёгу а ну после безнадёги нам нужна какая-то ментай ментай ментальная передышка мне кажется следующий сюжет очень смешной глава российских профсоюзов шмаков прочел путину фрагмент стихотворения есенина под названием письмо к женщине я уверена что многие его помнят чуть ли не со школьной программы но у шмакова это было вот так теперь мы в возрасте и но им и чувствуем и мыслим по-иному и говорим за праздничным вином хвала и слава рулевому вот я специально такое долгое после после слове показала потому что мне кажется зал конечно мог бы аплодировать вечно если бы рулевой благосклонно и скромно не осадил всех дескать хватит хватит что за позорище такое я понимаю что это риторический вопрос как не стыдно взрослые дядьки ну они еще должны то помните уже здесь позориться я понимаю что риторический вопрос но уверена что вы на такие отвечаете нет но слушайте чего тут чего тут какие загадки же бином ньютона во первых один из предыдущих рулевых там там была та же проблема начать овацию не не проблема проблему ее закончить кто первый кто первый перестанет аплодировать для этого же надо чтобы постепенно стихало это значит что кто-то первый должен до сесть и перестать аплодировать никто не хочет быть этим первым поэтому только сам рулевой может остановить и есть если бы я делал программу и того конечно была бы склейка со сталинских времен и со брежневских времен очень много этих до съемок все боятся все боятся оказаться первыми кто прервет овации номенклатурные люди в этом зале нет случайных людей тут все люди дрессированные у них как у собачек же ошейник жесткач да с их бьет током сразу превентивно поэтому все в ошейнике жесткаче все реагируют правильно все давно дрессированные нормальных людей там нет в этом зале не может в этом зале не может найтись человека с чувством стыда о котором вы говорите вот нашего стыда нашего с вами а у них какой-то может быть свой не знаю но у этих людей уже нету нашего чувства стыда на представлении а нас мучают как писал монтейн не вещь не а наше представление о них поэтому нам за них стыдно вот вам стыдно это видите мне стыдно это видеть потому что мы с ними относимся к роду человеческому и мне как при себе рода человеческого стыдно на это смотреть вот а и мне совершенно не стыдно упал он больно встал здорово в горе от ума упал в другое тюж нарочно а хохот пуще он и в третий также точно а как по вашему по нашему смышлен упал он больно встал здорово да вот они молодцы они все нормально делают они нормальные люди сравните их благосостояние с вашим или и все поймете что вы дурочка они нормальные люди норма мы мы же всегда говорим это норма другая норма объяснить им что их норма стыдно и о это занятие для длинного исторического процесса чтобы поменять такую норму вот должен появиться чатский сначала который это скажет потом какое-то количество людей которые не объявят чатского сумасшедшим а прислушаются а потом прежде чем это станет нормой чтобы стало стыдно должно пройти какое-то время но для этого надо начать это ну хотя бы для начала сказать об этом просто вот вот мы с вами разговариваем и на он видимо у наших зрителей тоже как у нас с вами другое представление о стыдении такое как у этих больных на голову с нашей точки зрения они больные на голову и на дефективное сердце недоразвитая этика с их точки зрения мы просто как какая-то пыль под ногами которая мешает им праздновать их номенклатурное благосостояние так что каждый в своей норме все по-своему нормально да виктор анатольевич я думаю что вот выложишь выложивший это в сеть телеграм-канал кремлевский пури а новости отрезал вот этот кусок который вам показала выложил в телеграм как-то коротко прокомментировал ничего не значимыми словами но я уверена что человек который это вырезал и выкладывал он он внутренне чувствует тоже что и я что это позорище которые все посмотрят каждый раз с разными эмоциями понятно кто-то скажет вот вот правильно путин на коне все его прославляет но вот уверена что тот человек который это выложил в сеть пусть он работает в кремлевском пулере новостей он все понимает правильно вам так не кажется взяли заложили единомышленника нет понять какая штука может быть мы не знаем может быть это может быть все что угодно это мы там и сливы это мы там если бы он мог побояться отрезать овации да мог побояться отрезать овации как то так путина отрезал зачем это нет а мог мог испытывать то же что мы это это уже чужая душа потемки мы можем только догадываться просто констатировать что мотивации могут быть разные и искренняя и абсолютно номенклатурная и мстительная потому что с нашей точки зрения это конечно галимое позорище и я подозреваю что наши да наши телезрители испытают то же что и мы сожалению следующая тема ни под каким соусом не веселая но она тоже а вот этой странной петле времени которая происходит потому что я хотела поговорить о арестованном диссиденте александре скобове ему меняет сейчас оправдание терроризма в соцсетях из-за постов скобов вообще человек резкий прямой если уж откровенно говорить он на суде сказал все что думает о режиме собственно самом суде а необычно этот случай тем может быть кто-то просто еще не читал и не не знает до конца историю что скобова преследовали в ссср по последнему делу об антисоветской агитации и делал это пятое управление кгб где когда-то работал владимир путин то есть вполне может быть что путин сажал скобова занимался вот скобовым еще значит в конце 80-х годов как же это наглядно вообще все получается но но не менее ужасно от этого лена все гораздо нагляднее чем вы рассказали арестовали скобова на квартире диссидента правозащитника юлия рыбакова в этот раз арестовали на квартире диссидента и защитника и правозащитника юлия рыбакова того самого юлия рыбакова который вместе с олегом волковым другим художником диссидентом вывесили на крестах с летом 76-го, по-моему, года, да, душа человека не знает оков, огромный, видно из Эрмитажа, обнаружился транспарант в 76-м году на крестах, душа человека не знает оков, да, их, конечно, их, конечно, раскрыли, вычислили Юлий Рыбаков и Олег Волков. Так вот, Олега Волкова обыскивал лейтенант Владимир Путин, буквально, буквально он обыскивал и задерживал Олега Волкова в 76-м году, да, буквально лейтенантик этот, мелкая, мелкая лубянская шваль, сегодня крупная лубянская шваль на посту президента Российской Федерации, государство другое и шваль покрупнее, да, этот же самый, да, при нём сажают Александра Скобова, арестовывая его на квартире у Юлия Рыбакова, вот абсолютно замкнулось, это легато длинное, полувековое, да, полвека, ну почти полвека, 48 лет прошло. Опаньки! Это к вопросу о том, что гнойники надо вскрывать и вычищать вовремя. Не да вскрыли этот гнойник, я имею в виду КГБ СССР, элитно Владимира Владимировича. Вот получаем на выходе через полвека арест Александра Скобова, диссидента, ну он один из самых, самых постоянных диссидентов, повторяю, первые аресты там 70-е годы и последний, да, последнее уголовное дело. Скобов человек необычайного личного мужества и абсолютно бескомпромиссный. Уходя на арест, он отдал свои очки Юлию Рыбакову на память. Он вообще, ну фактически пошел на... Ведь это разновидность самоубийства, то, что сделал диссидент Александр Скобов. Он вряд ли, да, он мой ровесник, вряд ли он предполагает даже выжить в этих лагерях. Да, то, как он вел себя на суде, он не собирается прятаться и просить снисхождения какого-то. На него, в отличие от убийц и насильников, никакой УДО не распространится. Это можно быть уверенным. Александр Скобов. Рассматривая эту ситуацию уже, так сказать, политически, мы уже говорили, что, значит, эта банда прессует просто всех. Просто всех. Правый и левый, все это бельгийское разночтение, да, правые политики, левые политики, это все Бельгия, это все Нидерланды, все это не имеет к нам никакого отношения. Они прессуют, да, Стрелков-Гиркин, так Стрелков-Гиркин, Карамурза, Навальный, Скобов, да, Яшин, Горинов. Людей самых разных убеждений политических. Или людей просто, людей совести, ну вот как я уже говорил, железнодорожный рабочий Михаил Симонов. Просто людей, которые выходят с протестом против войны. Людей, которые никогда не были, собственно, в политике. Этим бандитам, да, это все в один цвет. Это просто сопротивление, которое надо подавить демонстративно жестко. Они демонстративно жестко подавляют тысячи уже политических заключенных в России новейшего времени. Вот. И это очередное свидетельство того, что никакой политики в привычном европейском смысле в России нет. В России просто есть вот эта вот, да, раздухарившаяся Лубянка, которая пришла к власти. Не имея никаких противовесов, как в советское время в виде там партийного контроля, ЦК КПСС, тогда было какое-то противостояние там партийных, военных, лубянских. Сейчас все, все взято под контроль лубянскими. Они победили. Никаких партийных там нету. Партию они сами и создали. Вот. Поэтому сегодня ситуация в каком-то смысле гораздо тяжелее и опаснее, в том числе для политзаключенных, чем в поздние советские времена. Тему, как... Тему эту не вовремя я уловила. Она не на прошлой неделе произошла, но она вот очень, как я люблю, как, мне кажется, подходит для нашей программы, вот отмеряющая какие-то, расставляющая новые черты, после которых что-то на происходит, наша жизнь как-то меняется и так далее. Может быть, незаметно, но все равно какие-то вот вехи, там, я не знаю, громкое слово, но тем не менее. Некоторое время уже назад был опубликован церковный документ, и уникальность этого документа в том, что он официальный, впервые, то есть стало официально понятно из официальных источников, что священники должны ежедневно читать молитву о победе в войне. Она называется молитвой о Святой Руси. Читать ее нужно не только в храме, но и дома, но и тех, кто окажется, откажется, будут лишать САНа. И вот, видимо, такие, в том числе там с Уминским, например, прецеденты-то как раз уже были, и вот мы теперь увидели, что называется, правовую базу под них. Да, ну слушайте, тоже ничего особенно нового. Новое разве что в том, что давно не тайное стало явным просто в номенклатурном смысле, вы об этом сказали, просто это теперь официально, как говорится, теперь и официально. Да, теперь и официально, что у товарища Гундяева, да, значит, агентурная кличка, да, агентурная кличка агент Михайлов, у офицера КГБ агента Михайлова, брошенного на русскую православную церковь, поставленному руководить, да, закрывать эту, значит, на крестьянское направление партия бросило товарища агента Михайлова, вот у него он своего рода такой лубянский древний иудей, у него единобожие, его Христа там нет, забудьте, у него единобожие, его Бога зовут Владимир Владимирович Путин, он этому Богу верно служит по-своему, по этому лубянскому иудейству, да, там свои заповеди, убей, укради, да, лжу свидетельствуй, сотвори кумира, и он верно служит, и эта корпорация, имеющая никакого отношения к сути христианства, она изгоняет, собственно, христиан, потому что отец Алексею Мински, как и очень многие, многие другие, это люди христианской этики, слово этика, агент Михайлов, видимо, не в курсе, до него не довели слово этика, он служит, служит одновременно вот этому лубянскому Богу и служит. Поэтому тоже всё в норме. Единственное новое, действительно, вы отметили, что это официально. Про агента Михайлова было известно десятилетия назад, уже много десятилетий назад, никаких секретов нет. Теперь официально, да, молитва о войне, не молитва о мире, молитва о войне, убей, говорит Лубянская церковь единобожная, убей, укради, да, сотвори кумира, лжесвидетельствуй. Мы обо всём этом, заметьте, говорили и о сотворении кумира, и о лжесвидетельствуй, да, и об убий, это всё те, и, конечно, укради, это всё тема нашей сегодняшней программы. Вот на материале сегодняшней программы по всем четырём, по четырём, по крайней мере, заповедям мы прошлись. Ну, обычно в этой рубрике мы вспоминаем какие-то даты, чьи годовщины, какие-то годовщины, которые будут на этой неделе, то есть как бы опережая время, но тут я не смогла пройти мимо, видимо, что-то личное у меня, но глубоко в себе я копаться не буду на эту тему. Тем не менее не смогла не сказать, что Владимиру Познеру исполнилось 90 лет, возраст более чем почтенный, и в Твиттере появлялись какие-то публикации вот Познеру 90 лет. И писатель Дмитрий Глуховский вдруг в каком-то комментарии к этой публикации вспоминает вот такое видео. Сейчас посмотрим, а потом я задам вопрос. Вот в вашей стране существует немного диссидентов. Почему в вашей стране так ваше правительство, так боится их? Никто не боится. Почему вы считаете, что боится? Ну, а почему тогда им так трудно здесь жить? Ну, трудно им жить, потому что их мало. И потому что они, в общем, идут против колоссального большинства. И, конечно, трудно им жить. Но их никто не боится. Другое дело, что когда они нарушают какие-то законы, когда это происходит, и далеко не все нарушают. Ну, закон есть закон. Он может нравиться, не нравиться. Но его надо уважать. А если ты его нарушаешь, тогда нужно ожидать последствий. Но бояться нет. Действительно, бояться здесь нет. Виктор Анатольевич, а не могли бы вы нам напомнить, как это так после развала СССР случилось, что Владимир Владимирович, вот этот 90-летний, теперь стал опять считаться приличным человеком? Ну, вот смотрите. Ведь это же был в этом отрывке. Я прям любовался. Это же был классический поздно. Он ведь говорил, в общем, а разве боялись, разве боялась советская власти? Нет, не боялась. Разве они не нарушали законы? Ну, конечно. Но некоторые нарушали. Не все, сказал он. Давайте уважать свою Конституцию. Все между струйками. Заметьте, никаких погромных, все вежливо и интеллигентно. Послушайте. Мы говорим время от времени о теме нормы. После, да, как, вы просите напомнить, как получилось так, что Владимир Познер стал считаться интеллигентным человеком? Да, так сказать, рукопожатым человеком. Но послушайте. Мы проскочили остановку рефлексий, да, эту подробную остановку. Ну, просто Россия проскочила без остановки эту станцию. Эту станцию проскочили. Не было суда над КПСС, не было иллюстрации, не было серьезного разговора про это. Вы спрашиваете про Познера, как получилось, что такой человек, как Путин, может быть президентом Российской Федерации. Как может получиться, что Шаманов и Кадыров элита, да, как могло получиться, что Пригожин элита. Ну, что вы, мы проскочили это без остановок. Что касается Познера, понимаете, какая штука? Я долгое время, и сейчас чувствую некоторый атовизм симпатии к этому человеку, потому что, конечно, он безумно талантлив и харизматичен. И можно отсчитывать его от Ларри Кинга, а можно ведь отсчитывать от Скобеевой. И на фоне уровня журналистики, так сказать, на фоне новейшей российской журналистики, он, конечно, титан, безусловно. Не каждый из нас... У него были основания. В нем есть... Была, по крайней мере, я давно не общаюсь. Какая-то внутренняя идеология. Он сын советского шпиона. Он человек, живший на Западе, но глубоко советский. И, конечно, обаятельный, конечно, талантливый. И вы знаете, да, не каждый первый из нас... Да, вот такая судьба. Не каждый первый из нас родился в Париже, читал Прусто в подлиннике, видел Мохаммеда Али и живьем слушал Эллу Фиджераль. Обаятельный, харизматичный. В моем отношении... Тоже сказать, что был эпизод, например, когда я позвонил ему с просьбой заступиться за историка Юрия Дмитриева. И Владимир Владимирович ехидно спросил... Я сказал, что вот подписались там Василашвили, Юрские, Урицкая, Ахиджакова. И он спросил меня с такой немножко травматичной иронией, вы считаете, что я достоин встать в ряд этих людей? Я сказал, есть возможность. Есть возможность. И вы знаете, он в своем монологе в программе «Постер» вот что-то такое сказал в защиту Дмитриева вполне вняты. Тоже между струйками он обращался к власти. Хорошо ли это будет, если на Западе увидят вот это? Хорошо ли это будет для репутации России? Он обращался к судье, которому предстояло судить Дмитриева. Не боитесь ли вы, что вы навредите репутации России? Очень хитрый лист, старый, конечно. Для меня черту в наших отношениях, не скрою человеческих отношениях, поставила попытка убийства Навального, потому что вот есть вещи, за которые моя толерантность, и терпимость, и симпатия, и уважение профессиональное уже не готовы распространиться. И когда фактически он выступил, так сказать, в оправдание омских врачей убить, которые пытались убить Навального, не дать ему, так сказать, выжить, вот тут мне показалось, в этот момент, да, в этот момент отрезало. И все такие человеческие воспоминания, профессиональные воспоминания, там, премия ТЭФ и так далее, все это отходит на второй план. Когда началась война, должен вам сказать, что я с нетерпением ждал, потому что это был момент истины, и это был момент, который мог быть та луковка, за которую многое могло бы проститься, по-моему, многое могло бы проститься. Я ждал, что Владимир Владимирович Пост скажет какие-то внятные слова про эту убийственную войну. Мы не дождались этих слов. Он по своей великолепной привычке проходить между струйками, он не встал, разумеется, в ряды зет-агитаторов, он не идиот, но ничего и не сказал и против. Да, как-то так самоустранился. Должен сказать, что это невозможная вещь. Самоустраниться может Иван Иванович, там Иванов, Пётр Петрович Петров, какой-то, да, обыватель, имеет право устраниться. Если ты Владимир Владимирович Постер, то ты должен каким-то образом, если ты полвека обозначаешь свою позицию, ты обязан её, нельзя просто исчезнуть с поля, да, как он сделал это. Это стыдоба, но опять-таки мы говорили, это с нашей точки зрения стыдоба. Я полагаю, что Владимир Владимирович на хорошем русском языке или английском, или французском. Блестяще объяснил бы, да, свою позицию. Да. Для меня это печаль, не скрою, носящая в том числе личный характер. Потому что я, да, как было сказано, я надеялся на тебя, Саид. Это была бы очень важная история, если бы поздно рассказал, да, а ещё он мог сказать это на Первом канале, допустим, да, напоследок. Нет, нет, другая, другие представления о норме у этого человека, это печально. Это печально, конечно. Но ещё раз скажу, вот мы довольно подробно про поздно, да, это очень важно, именно потому, что талантливый человек с показаниями для того, чтобы он считать интеллигентным человеком, да, и очень интересный, талантливый, харизматичный. Что же говорить о тех, кто труба пониже, дым пожиже. По поводу поздно, есть основания огорчаться, вот что я вам скажу. Сейчас ещё я приведу один пример, приблизительно из той же оперы, но труба будет пониже, дым пожиже, но очень зато актуально, потому что «Медуза» издание опубликовала, попали к ним переписка ФСБшника, который занимался травлей деятелей культуры, и так выяснилось, что существует целая сетка телеграм-каналов, как вы скептически, деятели культуры, на травли деятелей культуры реагируете, Виктор Анатольевич, там настоящая травля, там было так вот, что в каком-то телеграмме появляется, значит, команда ФАС, и это воспринимается буквально как команда ФАС, вот, например, мы знаем, там журналисты узнали, в том числе, о примерах знаменитого театрального критика Марины Давыдовой или режиссерки Жени Берковичу, которая, ну, пожалуй, одна из самых печальных ситуаций, она все еще сидит в СИЗО и непонятно, чем дело закончится. Сейчас они становились жертвами именно вот этой команды ФАС. А это мы увидели человека, который оказался ко всему этому причастен, меня это удивило, я все еще наивна, я все еще не перестаю удивляться этим фактом. Это Иван Демидов старожил и припомнит его в качестве ведущего музобоза, видного тележурналиста, видного ведущего Первого канала, который ушел в политику, значит, занимался там, был даже замминистром культуры, идеологом Единой России, ну, ладно, это, допустим, я еще могу понять, кого там не попутало в свое время. Сейчас он директор парка Зарядья и работает в администрации президента. Так вот, меня удивило, что он к этому причастен, не с точки зрения, а что еще от идеолога Единой России можно ожидать, но вот это уровень того, чем ты занимаешься, с точки зрения откровенно, ну, грязная работа, как бы ты уже взрослый человек с большой биографией, ничего не угрожает, денег много, зачем ты берешь вот эту грязь на себя, вот, ну, буквально, я не перестаю удивляться, я не понимаю, зачем они это делают. Лена, 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 вы как-то у Филатова заброшенная к нам, просто правда, ну, просто как заброшенная, разговариваешь, как неместная. Я понимаю, там, да, ну, какие-то расстройства по поводу, там, каких-то, когда Баталов, там, поддержал аннексию Крыма, там, есть основания для расстройства, там, или Захаров, есть основания для расстройства. Ваня Демидов, Господи, Боже мой, есть о чем говорить. Усмехнулся я не на слово травля, а на то, что это подается как новость, как будто мы не знали, что все это происходит по методичкам со старой площади, как будто мы не знали, что это вот стая, там, сказать, это, значит, москиты, которые берут большинство, да, подавляющее, что эти москиты, которых выпускают, напускают на людей, что людей ставят по сталинской технологии на комарика, там, в тайге, чтобы гнус за ночь съедал человека. Вот эти комарики, да, лубянские, и вот привязывают человека и выпускают этих комариков на них. И комарики съедают, кого скажут, кого поставили на комарика. Это старая лубянская, соловецкая технология. То, что этим занимает, да, то, что это делает аппарат президента, ну, послушайте, это было известно в третьем, четвертом году при Сурковье и Павловском. Это было известно. Все эти идущие вместе, все эти активисты, все эти ехеменко-потубчики, что все это на большом прикорме, да, ну, сменили семена. Касса не меняется, это все со старой площади им плотят, да, травят, да, и определяют, кого травить. Была отмашка на меня, травили меня, потом пошла до другого, другой вошел, так сказать, в фокус, другого травят. Ничего нового в этом нет, моя усмешка, только про то, что вы об этом сказали, как о новости, вскрыли какую-то переписку. Да нет, что тут вскрывать уже, с 20 с лишним лет нечего тут вскрывать, все уже известно. Что касается Вани Демидова, то тут вообще ничего удивительного, да, человек настойчиво делает номенклатурную карьеру, да, этот лжевый, так сказать, лжерокер этот, да, он из этого музыкального обоза, давно из обоза, по этому обозу прошелся во главу, во главу этого обоза, кремлевского, он давно, голимая номенклатура, я его даже не узнал, признаться, да, вот сейчас вот фотографию вы показали, я бы даже не признал, что это Ван Демидов. Пропаде он пропадом, тут не о чем говорить, да, значит, ну да, вот я не знал, что он заряден рукой, он получил свое кормление, он получил свои, так сказать, смету, очень жирную, он сидит на этом бабле, и все, что нужно будет делать, для того, чтобы сидеть на этом бабле, он будет делать, ничего нового тут нет, в этом нет вообще никакой новости, если бы вы мне, так сказать, если бы Марина Давыдова, которую я имею честь знать много-много лет, вдруг оказалась бы в администрации президента, да, вдруг оказалась бы, что она кураторна, вот тут бы я ахнул и поразился бы, схватился бы за голову, а Ван Демидов, туда ему и дорога, со всем обозом. Виктор Анатольевич, ну неужели нет никакого уровня у них там, я понимаю, что у вас нет инсайда с кремлевских башен, кто там чем занимается, и кто в каком порядке получает, значит, надел тот или иной, но неужели нет у них уровней, вот там Демидов, который там, не знаю, сколько, 20 лет, все путинские годы там сидит в администрации, ну или при администрации президента, и ему говорят, значит, ты будешь вот такую сетку, ты отследи какого-нибудь, значит, неблагонадежного культурного деятеля, туда вбрасываешь, а мы арестовываем, он такой, отличная работа, да, неужели нет ни у кого вот такого сказать, слышь, давай я этим не буду заниматься, я иди, вот идеология там, да, вот давайте я чего-нибудь там креативного, вот это мое, а вот этой дрянью я не буду заниматься, нет такого совсем. те, кто, те, кто по Бабелю квартировали остатки совести, кто бы квартировала совесть, хотя бы квартировала, те давно съехали оттуда, понимаете, уже в прошлое десятилетие, я описывал, как 10 лет назад, там один бывший, очень крупный номенклатурный чиновник, хвастался мне, как ему удалось сбежать из Кремля, со старой площади, а теперь, говорит, никого не выпускает, это было уже после, значит, после Крыма, вот он в 12-м, в 11-м, в 12-м году свинтил, да, и теперь он бизнесмен, живет в Испании, женился, но ребенок, все хорошо, он вообще, он белый, пушистый, он бизнесмен, что-то там напилилось, и вот теперь он бизнесмен, выспал, и он прямо хвастался, как он успел выскочить, а эти там завязли, а их теперь не выпускают, да, а он успел, те, кто либо по расчету, умные, как этот, описываемый мной типаж, либо остатки, с остатками совести, да, те, кто свинтили, и скажет, нет, вот это чересчур, вот этим, пожалуй, я заниматься не буду, ну, вот там, Познер, как бы, ну, вот, да, вот взял, ушел, там, ну, не будет он поддерживать, зачем, он ничего не скажет, чтобы не наказали, ну, и поддерживает, а Ван Демидов, даже удивительно, что вы предполагаете возможность рефлексий у этих людей, это совершенно одноклеточные, с очень развитым, жевательным, хватательным рефлексом, но с точки зрения этики, совершенно одноклеточные люди, им было бы удивительно слушать эти речи, как вот этим скандирующим, вот они были бы удивлены тому, что с ними что-то не так, и Ваня Демидов, наверное, был бы убежден, что кто-то считает, что у него что-то не так, а то у вас, Лена, не так, вас выгнали вон, и меня тоже заодно, и всех, кто там у вас сидит в студии, выгнали пиндалями вон с Родины, да, выгнали с работы сначала, потом с Родины, это у вас не так, а у него все так, ему хорошо, я не думаю, что он хотел бы поменяться с вами местами, и с вашей этикой, так что, закончим эту тему на том, как и прошлая тема, на том, что все абсолютно нормально. Все абсолютно нормально, уже само по себе звучит, как болеутоляющее, но как-то не чувствуется от этой таблетки никакого боли и утоления, поэтому все-таки заведем любимую рубрику. Я специально не стала сегодня в основной программе, значит, в основной так максимально серьезной, значит, повесточной программе говорить о том, что американская разведка опять предупредила, что будет капец, на этот раз Иран будет нападать на Израиль и вот-вот. Ничего здесь смешного, боли утоляющего или чего-то хорошего нет, но просто я подумала, американская разведка, помолчи, пожалуйста, может лучше, когда мы не знаем, какой очередной капец нас ждет, а то вот мы живем уже неделю, думаем, господи, Иран, Израиль, мы еще и не разбираемся особо в этом, чем это обернется, там какие-то и ядерные вещи. Виктор Анатольевич, короче говоря, меньше знаем, лучше спим, или все-таки лучше дум скроллить? Да, нет, лучше знать, лучше знать. И в отличие от ФСБ с крокусом уже израильская разведка, да, прислушается, и там, безусловно, идет работа. Ничего веселого, в принципе, в этом сюжете нет, уж с 7 октября, начиная, точно ничего смешного в этом нет. но надо сказать, что Израиль играет, как в шахматах говорят, последними ходами, единственными ходами, единственными ходами. А мысль о том, что Иран не напал бы или не нападет, если не убить нескольких боевиков, если не удастся угробить руководителей этих боевиков, это неверная логика. Если бы у Ирана была возможность уничтожить Израиль, он бы это сделал без всякого повода. Повод здесь совершенно не важен. А со стороны Израиля очень важно напоминать о том, что те люди, которые готовят и осуществляют массовые убийства израильских граждан, что они будут найдены в Сирии, не в Сирии, где угодно, по опыту, так сказать, по опыту, так сказать, по следам Мюнхенской Олимпиады. Они будут найдены и убиты. И это очень важно. И это понижает опасность преступлений, а не повышает их. А то, что Иран, безусловно, будет мстить, то, что времена наступают, ну и никогда не было особенно радостных, но времена очень тяжелые и очень опасные, это безусловно. Спасибо американской разведке, которая помогает, помогает минимизировать эти риски. Ну а как вы, вот, например, живете в ожидании очередного кошмара? Я просто не знаю. Начинаешь отсчитывать дни буквально той часы, это все равно случится, ты уже точно знаешь, что это все равно случится, что новая катастрофа случится. Не знаю, как вы с этим справляетесь? Ну я с этим никак не справляюсь, я с этим живу и считаю невозможным, например, не приехать в Израиль, да, вот у меня там были лекции, выступления, чтение пьес, да, разумеется, приеду, разумеется, приеду. Я с этим справляюсь так, что я приеду в Израиль в это время, да, я с этим справляюсь именно так, потому что мысль, потому что отменить все и не приехать означает, ну, по моей внутреннему, по моему внутреннему ощущению, по моей этике, это означает предательство. А я приеду, я приеду, разумеется. Справляться тут, тут нечего, от меня ничего не зависит в данном случае, кроме того небольшого, что я могу, да, приехать, быть, да, значит, быть рядом с людьми, веселить их посильнее, что-то там, быть там, не праздновать труса, это очень тяжелый вопрос, но если уходить от общего плана, наоборот, от крупного плана на общий, как с этим совсем справляться? Единственный способ, на мой взгляд, с этим справляться, это что-то делать, работать. Спаси меня, моя работа, я уже цитировал, значит, Юрия Левитанского, спаси меня, спаси меня, работа. Да, ты можешь что-то делать, делай это, то, что ты умеешь, то, что ты можешь, то, что у тебя получается, то, почему тебя смотрят, читают, вот и делай это, не очень загадывая о последствиях, не очень загадывая о, так сказать, результате своих усилий, потому что результаты неочевидные и в любом случае не сразу, и отсутствие результатов может парализовать, вот эта мысль все равно от меня ничего не зависит, все равно я никто и все будет так, как будет. Вот отчаяние, которое один из смертных грехов, как известно, вот надо преодолевать отчаяние работы, в этом нет ничего героического, хотя, персонажа кваши в Мюнхаусе, не говорю, она приходит на службу, что-то героическое в этом есть, ничего героического в этом нет, но это очень хорошее, да, очень хорошее обезболивающее, очень хороший антидепрессант, это работа, всем рекомендую вот этот крупный план, что ты можешь сделать, не надо про, да, про мировое, да, про геополитику, дата нападения, да, Ирана на Израиль, выборы в Штатах, там, Путин, это буквально никак от нас не зависит, да, это будет как будет, а ты делай то, что ты должен делать, вот простой, простой ответ, он такой более утоляющий, универсальный на все, на всякие времена, и еще раз напомню, я уже говорил об этом, но это очень важная вещь, в тот момент, когда нам кажется, как людям, живущим внутри своего времени, песчинкам в этом оползне, мы же в этом оползне, песчинки, и есть ощущение уникальности, и что эта драма, эта трагедия, она совершенно уникальна, полезно вспомнить о том, что был еще относительно недавно, 1940 год, год абсолютного торжества, абсолютного зла, год, когда два тирана кровавых захватили, как минимум, Европу, и не было никакого, ни единого фронта, когда было полное отчаяние, безнадега, и вспомнить, что этот 40-й год был всего за 5 лет, до гибели одного тирана, до самоубийства одного тирана, и за 13 лет до смерти второго, и какой-то оттепели, другие времена будут, просто надо работать, делать то, что ты можешь, простая история, очень душеспасительная. Когда вы сказали, что несмотря на это предупреждение, хотя при всем серьезном к нему отношении, все равно поедете в Израиль, это знаете уже, что-то из разряда, я не боюсь, и вы не бойтесь, тоже известное завещание, не всякому порекомендуешь. Лена, я никому, так я никому не рекомендую. Я никому не рекомендую. А я в самом себя уверена. Я никогда ничего никому не рекомендую, я забыл свою жизнь, и мне желательно сделать так, чтобы мне самому не было противно от собственного отражения в зеркале. Все остальное, это уже подробности. Вот, нет, никому не, я не говорю, давайте все, евреи, давайте все в Израиль. Нет, испаю Божьему, это было бы глупо. Это было бы глупо. Я живу так, как я живу. И всем рекомендую жить не так, как я живу, а жить так, как надо вам жить. Выбирайтесь своей колеёй, как было сказано в классике. Выбирайтесь своей колеёй. Меру сил, здоровья и полученного образования попробуем. У нас на это есть целая неделя. До нашей следующей встречи я только попрошу наших зрителей не оставлять уж нас без лайка, пожалуйста, без вашего. И подписывайтесь на Ходорковский лайв. Нас здесь уже больше двух миллионов. И как-то вот так оно вместе потеплее будет. Что ж, и скоро увидимся. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok